Акваторию Онежского озера бороздят кометы и паромы, а туристы прогуливаются по набережной Петрозаводска. Как всегда, в летний период Карелия становится одной из самых популярных точек российского туризма. В этом году, чтобы принимать гостей республики, сотрудники туристической сферы на протяжении всего карантина соблюдали строжайшие правила. Так, например, в один из загородных отелей вблизи карельской столицы гости целенаправленно приезжали самоизолироваться. Рекомендации были не менее 30 дней находиться в самоизоляции. Нашлись гости, которые приехали в резиденцию и фактически весь период, два месяца находились здесь. На момент, когда у нас жесткие меры действовали, естественно, мы с гостей требовали. У нас были ограничения и по периоду проживания, и температурные журналы, и справки ковид. Сейчас сроки размещения туристов ничем не ограничены, а возможности разнообразить свой досуг от занятий спортом до гастрономического удовольствия очень много. Тем не менее, правила безопасности никто не отменял. И если за городом есть возможность несколько смягчить карантинные меры, то в отелях города обязателен масочный режим и строгое соблюдение социальной дистанции. Где-то раз в полчаса производим уборку во всех общественных помещениях, не только общественных, и это также касается и жилых помещений. То есть и руководство отеля, все менеджеры очень тщательно следят за тем, чтобы, ну, по максимуму, для гостей было безопасно проживание в нашем отеле. Такими же принципами руководствуются и сотрудники службы ресторанов и баров, которые возобновили свою работу. Дистанция между столиками, средства индивидуальной защиты как для работников, так и для клиентов. Тем не менее, кажется, и те, и другие рады, что жизнь постепенно входит в привычное русло. Мой персонал, мои люди, с которыми я работаю уже несколько лет, они сейчас немножко другие. Может быть, они стали ценить наших гостей еще больше. Они хотят работать, работают с удовольствием. По словам сотрудников гостиничной сферы, сейчас наполненность отелей составляет примерно 92%. Что будет дальше, никто пока не загадывает, но одно известно точно. Несмотря на трудности, республика все так же любима туристами. Анна Касьянова, Сергей Беляев, Служба новостей.